Ну что, привет, друзья! Сегодня прекрасный солнечный день, и в такой солнечный день я решил рассказать вам о том, чем я в такие дни занимаюсь, вернее, как я в такие дни занимаюсь. Обычно я всегда стараюсь заниматься на улице, тренироваться. Будь то осень, весна, зима, лето, даже когда идет дождь, я все равно стараюсь тренироваться на улице. Ну, по максимуму. Но в такие дни, ведь тем более хочется тренироваться на улице, когда особенно уже прямо с утра такая погода. А сегодня целый день она такая. И вот один из видов моего тренинга – это занятие йогой. Это йога, растяжка, стрейчинг, когда я занимаюсь вот на улице. И в силу того, что есть ряд упражнений, которые нужно делать, и сидя на земле, или лежа, я использую, как и все, в общем-то, различного рода коврики. Для того, чтобы не просто на земле сидеть, потому что иной раз приходится сидеть на земле очень долго, и не всегда земля теплая, как летом, в жаркие дни. И если долго на земле сидеть, то можно заработать себе вообще проблемы по типу простатита. Но чтобы этого не произошло, надо что-то под пятую точку, под пятую точку что-то подкладывать. Ну или на спине, когда лежишь, то же самое. А потом не всегда бывает травка, вот как у меня здесь сейчас. Бывает так, что бывает и песочек, и вообще сырая земля. Бывает, что это асфальт какой-нибудь, или бетон, или плитка тротуарная. Всяко-разно. Поэтому коврики просто незаменимы. И в этом видео я хочу рассказать вам о том, какие коврики стоит использовать, какие лучше подходят для разных условий. Потому что выбор их очень велик, и всегда хочется выбрать что-то такое, что наиболее подходило. Вот сейчас я на самом деле на чем сижу, потому что я буду рассказывать про коврики, которые покупные, и поэтому положил их рядом. А так как я не хочу на земле сидеть, да, сейчас просто на сырой, на траве, я что-то подложил, да, я себе под попу. И подложил я, значит, самодельный коврик, который я давным-давно когда-то сделал. И выглядит он вот так. Вот. То есть фактически. Это кусок одеяла, для него сшит специальный чехол, к этому чехлу, значит, пришиты специальные ручки. И он вот так вот собирается. И его можно носить. На самом деле он меня выручал вообще не раз. Я его с собой беру в машину, когда езжу на хуто, рыбалку, где надо присесть или прилечь. И сажусь. Но, у него есть один минус. Причем очень серьезный. Сделан он из обычной ткани, которая, в общем-то, промокает. И поэтому после каждого сам случая, когда он становится сырым, его надо сушить, его надо на солнышко выкладывать. То есть его нельзя просто просушить вот так вот, да, положить куда-то там и все. Он просто пропахнет и, ну, там, сапреет. И поэтому я в основном пользуюсь им только тогда, когда сухо и тепло. Либо под него нужно что-то подкладывать. Там, слофановый пакет. Либо сам коврик класть. Ну, большой пакет. И потом уже садится сверху. Вот так вот. Но на самом деле сейчас не надо ничего выдумывать. Сейчас уже все есть. Для занятий йогой в том числе. Вы приходите в любой супермаркет, ну, спортивный. А или даже не спортивный. А любой супермаркет, где есть какие-то хостовары и культтовары. Или спортный инвентарь продается в том числе. И вы наверняка найдете там, то есть в отделе для туризма или занятия спортом. Всякого рода коврики. Для того, чтобы загорать летом, да, на солнышке лежать. Для того, чтобы заниматься йогой. Или, ну, чем-то подобным. И вот самое популярное, что можно встретить, это вот такие наборы. Здесь что находится? Здесь есть коврик. Видите, они в чехле. Мы этого коснемся по поводу чехлов. Вот. Здесь есть коврик. Он сделан из пенополи-буретана. Вот такой коврик. Он довольно длинный. То есть он в длину больше, чем человеческий овост по высоте. Вот. Они бывают разные, кстати. Бывают толстые, бывают тонкие. Но толстые плохо скатываются. Вообще, все уже, как бы, придумано и стандартизировано. Он так и называется. Наборы для йоги. И второе, что в нем есть. Это, кстати, штучка очень важная. И очень нужная. Это вот такой вот кубик. Ну, не кубик. А пролетитик. Вот. В принципе, для тех, кто занимается йогой, они знают, что это такое и для чего нужно. А те, кто йогой не занимается, но будут заниматься, они вот в этом узнают сами. Что эта штука просто незаменима, да? Особенно для начинающих. И вот, видите, уже все в наборе предусмотрено. Вот. Так вот, в чем, собственно говоря, плюс вот такого набора. Во-первых, он уже готов. Во-вторых, стоит он довольно дешево. А в-третьих, продается везде. Но. Я же не просто так заговорил, какие минусы в нем есть. Минусы в нем, знаешь, следующие. Почему-то их вот делают из вот такой, ну, рифленого материала. Создают такое вот, ну, как бы рифление. Как будто плетенка. И вот в эту плетенку, если она на земле лежит, вот в эти овпадины, микро-впадины, забивается всякая грязь. И поначалу-то вроде ничего, а потом все становится грязным. Вот. И вам это не понравится. Я вас уверяю. А второй момент. Вот очень важный, да? Очень важный момент. Вот вы раскатали коврик и положили его, значит, одной стороной. Предположим, что на улице не очень чисто и не очень сухо. Вы закончили тренировку, и вы сворачиваете его. И у вас получается, что чистая сторона, она соприкасается ровно в такой же степени со грязной, которая была внизу. Потому что вы закатали. И у вас в итоге со временем весь коврик становится равномерно грязным с обеих сторон. И вам сидеть на нем уже не очень-то приятно. Особенно, если у вас одежда нормальная, чистая. Вы пришли позаниматься в стиле коврик. Он имеет уже непрезентабельный вид. Поэтому дважды за день вы не позанимаетесь на этом коврике, предварительно его не почистив. Вот такой тоже нюанс. Конечно, когда тепло, сухо и хорошо на травке постелили, проблем нет. А так вот такая проблема существует. Третий момент. Продаются они в чехле. А поначалу это очень хорошо. Прям вам так удобно, в чехольчик засовываете. Но делают эти чехлы из очень плохих материалов. И в итоге заканчиваются тем, что они вот так вот расходятся. То есть, типа по шву, не по шву. Но они в итоге расползаются. Понятно, для чего этот чехол. Он очень хорошо презентует сам товар. То есть, во-первых, все прекрасно видно, что тут есть. Да? Вы просто берете, и все видно. Юрди чехольчик. Юрди закрыли, вот так на плечо закинули и пошли. Это очень удобно, хорошо для тех, кто занимается редко очень. У них чехол этот очень долго прослужит. У меня он из строя вышел буквально махом. Хотя я очень аккуратен. Вот. То есть, скорее всего, кончится все тем, что надо будет мне делать чехол самому. Либо что-то, ну, подобрать уже готовое. Вот. А еще забыл сказать. В этой штуке есть еще вот такая вещь. Очень хорошенькая. Что это такое? Это специальная петля. Это для тех, у кого растяжка плохая. Можно сесть, вот так вот забросить за ногу и как бы тянуть в себя еще. То есть, различного рода и через что-то перекинуть, там сунуть ногу и за эту штуку тянуть. То есть, это для растяжки. То есть, очень хорошо, что все продумано. Ну, видите, я рассказываю о преимуществе, прежде всего, не самого коврика, а комплекта как такового. Вот получается, что комплект удобен. Просто великолепен. А в отдельности, если взять вот, как бы, коврик сам, у него, в принципе, минусов дофига. Хотя вот эти штучки все. Это, конечно, классный бонус. Просто шикарно. Мне очень нравится. Вот. Ну, попробую сейчас обратно все запихать. А перейду к тому коврику, на котором я остановился и который мне больше всего нравится. Купил я этот коврик в Арабских Эмиратах в свое время. Мне понравилось. У меня с собой ничего не было, а заниматься было нужно. И я подумал, что сейчас я пойду на рынок или куда-нибудь в магазин какой-нибудь и себе там, соответственно, куплю этот коврик. Там какой-нибудь. Даже у меня была мысль такая, а не купить ли мне там просто маленький, самый настоящий ковер. Ну, только маленький, такой толстенький, да? Прямо шерстяной ковер. Самый настоящий, какой на стены вешивать. Или на пол коврику с таким ворсом, да? Вот. Окончилось с тем, что я попал все-таки в супермаркет спортивный. И купил там вот такой коврик. И не жалею. Мне он очень-очень сильно понравился. Так в чем уж его плюс? Посмотрите, он... А плюс его в том, что он лишен всех минусов, которые есть вот у этого. Во-первых, он абсолютно гладкий. Абсолютно гладкий. Поэтому, если на него попала какая-то пыль или что-то такое сухое, стряхнули песок и все. Здесь он обязательно застрянет в этих маленьких щелочках. Вот это раз. Два. Он вот так открывается на липах. Вы его положили. Я все время сижу над чистым белым. Вот. Абсолютно белый, чистый. Хотя я уже много-много занимался на нем. А складывается он таким образом, таким образом, что чистая сторона, чистая... Сейчас, как видите, еще ручка у меня еще есть. Чистая сторона, она не соприкасается... Вот грязно. Вы сложили его. На липучке закрыли. Вот таким вот образом. И все. У вас останется грязной только вот эта часть. Вот. Которая была на земле. А белая, она все время сохранится белой. Сама ткань водонепроницаемая. Вы его потом своей тряпкой протерли, и все, он остался абсолютно чистым. Его даже можно постирать. Он сохнет просто молниеносно, потому что в нем нет никакой ткани. В нем какое-то заполнение тоже пластиковое, ну, синтетическое. И оно не промокает, оно воду в себе не держит, не сорбирует. У него есть ручка. То есть за эту ручку вы можете с такой же плечо закинуть, и как сумочку понесли. Все. Очень удобно заниматься. Если вам надо сложить еще больше, еще больше сложить, то приложили смесель на него. Он, знаете, уже толстенький. О нем сидеть просто вообще хорошо на камнях даже. Вот. Поэтому, если будете подбирать всякие-то коврики, я вам рекомендую вот по типу такой конструкции. То есть, это смотканевый, но из водонепроницаемый, или вода, ну, отталкивающий, такого непропитанный, значит, который собирается таким образом, чтобы сторона, совкасающаяся земли, никогда при сложенном виде не соприкасалась с той стороной, на которой вы будете сидеть. Вот. Ну, и чтобы у него была ручка, и чтобы он собирался во много-много раз. То есть, складывается. И вам будет удобно. Вот, все. Так что, можно пользоваться самыми разными. Но вот я считаю, что вот такой самый лучший. Вы вольны себе выбрать все, что вам больше нравится. Я даю с вами только лишь роботом собственным. Думаю, что он у меня есть. Поэтому, если прислушаетесь, то вам это может пойти на пользу. Удачи, пользуйтесь. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.